Да, ну вернёмся к нашим сюжетам. Значит, многие биографы Конта отмечают его чрезвычайную психическую неуравновешенность, и он был человеком, в общем-то, больным, страдал психопатией. Сегодня, наверное, если бы врачи-психиатры ставили ему диагноз, то это был бы кто-нибудь, наверное, вроде маниакально-депрессивный психоз. Поэтому он и пытался покончить с собой, пытался убить эту бедную жену и так далее. И при этом вот такого рода неуравновешенность и такая мрачность сочеталась у него с очень большим таким самомнением, верой в свою миссию, высокое призвание. Он чувствовал себя призванным спасти человечество. Кстати, не только он, а в XIX веке многие социальные мыслители отличались этим свойством. И меньше как на спасение человечества никто претендовать никто. Многие не желали претендовать. И мыслители эти ощущали себя и пророками, и спасителями. Буквально приписывали себе миссионистские какие-то черты. Но и Конт в этом смысле был одним из таких людей, таких мыслителей. Чувство юмора и остроумия, по-видимому, не было ему присуще. Видите, качество. И в целом можно сказать, что Конт, как и некоторые другие пионеры социологической мысли, был маргинальной личностью. И я думаю, что это не случайно. И вообще маргинальные люди часто находятся у истоков каких-то новых тенденций, новых движений. Но вообще многого нового. И это вполне понятно. Вообще слово маргинал усилиями журналистов в нашем сознании отождествляется с чем-то вроде бомжа или что-нибудь в этом роде. Что маргинал это какой-то совершенно уже человек выброшенный из общества, человек дна и так далее. На самом деле в науке и в социологии, в частности, и в антропологии, в культурной, где это понятие используется, термин маргинальная личность, маргинальный человек или попросту иногда говорят, маргинал, означает совсем не это. Понятие маргинальной личности было введено в социологию Робертом Парком. И впоследствии разрабатывалось известным антропологом Стоунквистом в 30-е годы, который опубликовал книгу с таким названием «Маргинальный человек». Может быть, это была и первая специально посвященная этому предмету книга. Что такое маргинальный человек или маргинальная личность? Это личность на рубеже, на границе от самого слова латинского происхождения и в разных языках, романских и каким-то образом относящихся, или в других языках, означает край, поле, поля, в смысле, поля на бумаге, граница. Вот личность на рубеже, на стыке, на границе различных социальных средств, культур, групп, состояний, социальных статусов, различных культур – это и есть маргинальный человек. Такие люди часто, они то, что называется, неукорененные. Они часто чувствуют себя не в своей тарелке, что называется, в культуре, поскольку они целиком в ней неукоренены. И хотя в массовом сознании и вообще наши интеллектуалы много сил потратили на то, чтобы прославить корни, но корни – прекрасная вещь, если только они плоды дают хорошие. Если же растение отличается только замечательными корнями, то вряд ли это так уж ценно, потому что я, может, как-нибудь прочитаю иронический этюд, я написал, может, я его переиздам когда-нибудь, где я эту тему корней тоже рассматриваю, самые мощные корни у хрена, как известно. Но без хрена, в общем-то, можно обойтись, а вот без хлеба нет. Но у пшеницы корни гораздо слабее, чем у хрена. И тем не менее, в народе говорят, не хрен всему голова, а хлеб всему голова. И поэтому, значит, корни, я повторяю, вещь замечательная, но только тогда, когда они сопровождаются определенными другими компонентами, так сказать, и прежде всего плодами. И не зря в Библии сказано, по плодам их узнаете их, а не по корням их узнаете их. Поэтому тут вот как раз, если вернуться к теме маргинальности, то это люди неукорененные, но это не значит, что они плохие люди. Это значит только, что они страдают часто, они отличаются, часто неукоренены в силу разных причин, их не считают своими и там, и сям. Такого рода положение порождает у них всякого рода фрустрации, сложные состояния. Но это же стимулирует у них творческое инновационное начало. И это вполне понятно почему. Человек укорененный, так сказать, который живет в однородной среде и а не на краю, у него меньше стимулов для того, чтобы стремиться к чему-то новому. Ему и так хорошо. Он, так сказать, ему уютно, тепло и спокойно. Устремляться за чем-то еще, придумывать что-то новое, у него стимулов гораздо меньше. Независимо от таланта. У него могут быть какие угодно таланты, но он может спокойно сибористовать и позволить себе это. И хорошо себя чувствует, условно говоря. Ну я это бытовым языком излагаю, но это так. Другое дело, маргинальный человек. Ему, его сама жизнь заставляет стремиться к новому, творить что-то новое. И его такое состояние промежуточное служит дополнительным стимулом к творчеству. Вот Конт. И это относится ко многим пионерам социологической мысли, и к Марксу, и к Спенсеру в какой-то мере, в значительной мере. И к Конту, может быть, особенно. Он был маргинальной личностью в ряде отношений. Он был маргиналом и в таком социально-статусном, и в мировоззренческом. Потому что, как я уже сказал, он принадлежал, в общем, традиционной семье, с традиционными взглядами. Но он оказался, в общем, за пределами этих традиционных ценностей своей семьи. И хотя многое в нем воспроизводилось, все-таки в значительной мере он и выступал в значительной мере против тех ценностей, которые были присущи его семье и его предкам. Он был маргинальной личностью и в семейном своем статусе, поскольку он находился на грани семейного и такого холостого состояния. Он был маргинальной личностью и в академическом смысле, поскольку, с одной стороны, он был ученым, а с другой, его академический статус был весьма проблематичен. Он находился на краю этого академического мира. И опять-таки, если человек спокойно занимал кафедру, то с чем ему было придумывать новую науку, если он на какой-нибудь кафедре философии, права или математике нормально себя чувствовал, опять-таки, стимулов у такого уютно устроившегося в академической среде человека меньше, условно говоря. Он был маргинальной личностью и в таком, что ли, психологическом смысле, и в смысле своего здоровья, поскольку он находился на грани здоровья и болезни. И вот весь этот маргинализм, он сыграл, я думаю, не последнюю роль в его стремлении реформировать и науку, и общество. В творчестве Конта принято различать три периода. Первый период – это 1819-1828 годы. Это период, когда он написал шесть небольших таких произведений, статей, которые получили название опускулов. Вот этот опускулярный, так сказать, период ранний, когда Конт формулирует некоторые, хотя и в зародышевом состоянии, но некоторые базовые принципы своего мировоззрения. Этот период начинается еще в период его сотрудничества с Сен-Симоном. Второй период – это период 1830-1842 годы, период создания курса позитивной философии. Ну и, наконец, третий период – это период середины 40-х годов и до смерти. Период, когда он уже выступает не столько в роли ученого, сколько в роли проповедника новой религии, когда он формулирует основные принципы позитивизма уже не как науки, а как такого универсального мировоззрения, политическую программу, религиозное мировоззрение, позитивизма и так далее. Надо сказать, что в истории науки и современники, собственно, по-разному относились к соотношению этих трех периодов в его творчестве. Одни противопоставляли третий период первым двум. Другие рассматривали третий период как естественное и логическое продолжение и завершение первых двух периодов в содержательном смысле. И сам Конт принадлежал к этой второй категории. Что я имею в виду? Одни считали, что Конт ранний, Конт создатель курса позитивной философии, когда он разрабатывает объективный метод, когда он разрабатывает идею строгой науки, на основе которой следует реформировать общество, человечество. Это то, что и принято считать, называть позитивизмом Конта. Эти люди, тогда он приобрел много последователей и приверженцев, которым импонировали эти взгляды. Ну а в третий период, когда он превращается, условно говоря, в проповедника, мистика, социального утописта и так далее, эти люди считали, что он резко противостоит первым двум периодам, потому что это уже другой Конт. И поэтому такие знаменитые его последователи, как Джон Стюарт Миль в Англии и Эмиль Литре во Франции, философ и лингвист, создатель известного словаря французского языка в четырех томах, которым, кстати, до сих пор пользуются, они были приверженцами Конта вот этого первых двух периодов. И поэтому, когда, как им, как они считали, Конт изменил себе, они с ним порвали и отошли от него. Другие же считали, что третий период, когда Конт обосновывает субъективный метод, субъективную точку зрения, обосновывает религию человечества, это естественное продолжение и завершение первых двух периодов, и здесь нет никакого противоречия. И сам Конт так считал. И тех, кто признавал его идеи и первых периодов, и последнего периода, он называл полными позитивистами. А тех, кто признавал только его идеи первых двух, условно говоря, периодов, он называл неполными позитивистами. Поэтому Миль и Литре в его глазах были неполными позитивистами. Но надо сказать, что сам Конт понимал и признавал неявно, Если не в содержании своих взглядов, то по крайней мере он признавал изменение своей социальной роли. Потому что он писал в конце жизни, что он сменил карьеру Аристотеля на карьеру святого Павла. И тем самым он признал, что все-таки, хотя и не явно, изменение своей такой социальной роли, так сказать, или можно даже сказать социопрофессиональной роли. Теперь я остановлюсь на идейных влияниях, которые он испытал в процессе формирования своего социологического мировоззрения. Сам Конт указывает на источники того, что он считает истинной социальной наукой. В четвертом тоне своего курса позитивной философии, который посвящен социальной науке, так же, как и пятый и шестой ток. Он называет в числе предшественников истинной социальной науки, просто указывает, дает им краткие характеристики. Это Аристотель, Фрэнсис Бэкон, Декарт, Юм, Кандельяк, многие естественные испытатели. Бусюэ, знаменитый философ и теолог, который построил философию истории на Священном Писании. Адам Смит и Жан-Батис Цей, известные экономисты. Ну, Адам Смит был и философом, не в меньшей мере. Сегодня мы его воспринимаем как экономиста только. Тюргу, о котором мы говорили в прошлый раз, которого он называет мудрый. Тюргу, прежде всего, закон трёх стадий культурного прогресса человечества, он имеет в виду, который обосновывал Тюргу, религиозная, спекулятивная и научная стадии, это стадии прогресса человечества по Тюргу. Монте-Стье указывает на Монте-Стье, как на предшественника настоящей социологии Гоббса. Ну и особенно для него важное значение имел Жозеф де Местр и Кондорсе. Причём, что интересно, что эти два мыслителя, в общем-то, были антиподы. Де Местр обосновывал, как мы с вами говорили раньше, значение традиции в развитии общества. А Кондорсе формулировал роль прогресса. И вот Конд, собственно, пытается примирить взгляды этих двух мыслителей в своём лозунге, о котором я уже говорил, порядок и прогресс. Собственно, идею порядка, условно говоря, он берёт у де Местр, а идею прогресса у Кондорсе. И в такой, как мы бы сказали, диалектической формулировке он утверждает, что прогресс есть развитие порядка, а порядок есть основание прогресса. Вот эти два мыслителя, в общем-то, противоположных, потому что, повторяю, де Местр, традиционалист. Он обосновывает значение традиции как основы социального порядка. А Кондорсе – революционер и практический, и теоретический. Ну вот он стремится соединить идеи этих двух мыслителей. Ну и, конечно, нужно особо сказать о Сен-Симоне. Сен-Симон, многие, в том числе, кстати, и Энгельс, указывали на то, что все свои великие идеи Конд заимствовал у Сен-Симона. Энгельс написал все свои гениальные идеи, он заимствовал у Сен-Симона, но гениальные он не взял кавычки, что характерно, признавая тем самым, что всё-таки они всё-таки гениальные при всём том плохом отношении Маркса Энгельса к Конду. Так вот, действительно, для такого рода утверждений были основания. Потому что буквально можно сказать с весьма большой долей вероятности, что нет такой идеи у Конда, которую мы не могли бы найти у Сен-Симона. Достаточно сказать, что само выражение «позитивная философия», которая становится для Конда основополагающим, обнаруживается у Сен-Симона уже в 808 году, когда, собственно, Конду было ещё только 10 лет. И многие другие идеи мы находим у Сен-Симона ещё до того, как Конд их формулирует. И тем не менее, нужно отметить, что было бы несправедливо утверждать, что он просто взял их и вот так их списал, так сказать, или можно обвинить Конда в плагиате. Дело в том, что Сен-Симон был таким человеком, мыслителем такого рода, который, так сказать, бросал идеи в мир, предоставляя как бы другим их дальше развивать, применять, пропагандировать и так далее. Хотя и сам он пропагандой занимался немало. Опять-таки укажу, опять упомяну, школу. Но интересно, что многие его ученики, и Иоанн Фонтен, и Базар, и многие другие, они всё-таки признавали себя его учениками. И Конд долгое время, довольно долго признавал себя его учеником. Но дело всё в том, что то, что у Сен-Симона выступало в форме просто обрывочных таких именно мыслей, незавершённых часто, таких своего рода черновиков идей, у Конда приобретает характер концепции или теории в весьма развернутом виде. Интересно, что даже сам маршрут интеллектуальный, который проделал Конд, повторил в значительной мере маршрут Сен-Симона. И Сен-Симон начал как учёный, условно говоря, как идеолог интеллектуальной реформы, а завершил как проповедник, автор так называемого «Катехизиса индустриалов» и трактата такого тоже манифеста, точнее, «Новое христианство». Это было в 1924 и 1925 годах. Сен-Симон умер в 1925 году. И Конд вначале обвинил Сен-Симона в том, что он начал проповедовать реформирование общества до того, как осознал, что нужно его интеллектуальное основание реформировать и взялся как-то за это дело, а завершил опять так же, как и Сен-Симон, проповедью и созданием новой религии со своим позитивистским «Катехизисом» и трактатом «Система позитивной политики» и тому подобное. Но вот различия, всё-таки, повторяю, между ними состоит в том, что то, что у Сен-Симона те положения, которые у Сен-Симона имеют, так сказать, зародышевую форму, у Конта приобретают форму развернутую, форму концепции или теории. Но существовали между ними и некоторые теоретические и социально-практические расхождения. Например, Сен-Симон делал акцент на идее равенства, а Конт делал акцент на идее иерархии. И в этом Конт иногда расходился с последователями Сен-Симона, с сенсимонистами и вообще с социалистами. Сен-Симон гораздо большую роль в развитии экономики отводил государственным всякого рода структурам, тогда как Конт признавал значение частной собственности. Сен-Симон, в общем-то, к частной собственности относился гораздо более отрицательно, чем Конт. Но в целом, я хочу подчеркнуть, что Конт, отчасти я уже это сказал, стремился соединить противоположные теоретические традиции. С одной стороны, просветительскую идею прогресса, с другой, католический традиционализм, только без Бога. С одной стороны, просветительский рационализм в методологии, с другой, средневековый католицизм, опять-таки. Что ему больше всего импонировало, кстати, в средневековом католицизме? Прежде всего, идея социальной иерархии, которая была близка последователям Фомы Аквинского, и присущая католической церкви наднациональная структура. Представление о том, что человечество едино, и должно управляться из единого центра. И напомню, что социология и социализм выросли из критики эгоизма, эгоизма индивидуального, группового или классового, и национального эгоизма. И в этом смысле католицизм выступал как раз в противовес протестантизму как одно из, ну, как своего рода собрат социализма. И контур такого рода идея наднациональной структурой, управленческой структуры, которая бы позволяла управлять человечеством из единого центра, она была близка, о чём я ещё скажу. Как говорил Конт, если протестанты, идеисты, я говорил в прошлый раз, что это, что такое идеизм, да, ну, вы, наверное, знаете, если протестанты и идеисты хотят упразднить религию именем Бога, то я, наоборот, хочу упразднить Бога именем религии и поставить на его место человечество. Кстати, обращаю ваше внимание ещё, я когда говорил о литературе, обращаю ваше внимание на работы Владимира Соловьёва, посвящённые Конту. И вообще в России, ну, я, может, ещё в конце об этом скажу, но сейчас хочу отметить просто, что знакомство с Контом полезно и осуществлять, в частности, через прочтение статьи Владимира Соловьёва в словаре «Брагаус и Фронт». И статья очень хорошая. Сам Соловьёв занимался долго творчеством Конта и посвятил ему свою диссертацию, и его известная работа «Религия человека Божья» у Фейербаха и Конта, она широко известна. Так вот, эта статья в энциклопедии «Брагаус и Фронт» хороша очень, и не только потому, что её написал такой глубокий философ, как Соловьёв, но она хорошо сделана как с точки зрения энциклопедического жанра, потому что бывают такие, есть некоторые учёные, которые используют энциклопедию для того, чтобы рассказать о своих взглядах на предмет, что на самом деле глубоко ошибочны с точки зрения энциклопедического жанра. Энциклопедия должна давать представление обо всем взглядах на предмет, а не только о своих собственных. И с этой точки зрения статья Соловьёв даёт очень, я бы сказал, адекватное представление о Конте. И интересные есть суждения о Конте, которые, я думаю, не потеряли свою актуальность и сегодня. с точки зрения Конта, для обновления религии, обновления всего человечества, нужны новые интеллектуальные основания. И поэтому создание позитивизма, он начинает с пересмотра этих оснований. И вот я перехожу к вопросу о позитивизме как обосновании науки у Конта, поскольку для него позитивная философия это прежде всего элемент интеллектуальной реформы это чрезвычайное существо. Сам Конт рассматривает пять значений слова позитивное, которое лежит в основании его вот этого самого позитивного или как он стал говорить в конце чаще, между прочим, использовать термин позитивизм. Хотя в начале это что-то уже характерно, он предпочитал более нейтральный термин позитивная философия. Что значит позитивное по Конту? Пять значений к слову позитивное он выделяет. Во-первых, это реальное противовес нереальному или химерическому от слова химера. Во-вторых, позитивное это полезное противовес негодному, бесполезному бесполезному. В-третьих, позитивное это достоверное в противовес сомнительному недостоверному. В-четвертых, позитивное это точное в противовес смутному. И, кстати, Конт обратил в связи с этим отмечу внимание на то, что достоверность и точность знания это разные вещи. Я говорил об этом на первой лекции и Конт это специально подчеркивал. Знание может быть достоверным, но не точным и может быть точным, но не достоверным. И он специально обращал на это внимание. И, наконец, пятое значение слова позитивное это организующее в противовес разрушительному. И вот этот, кстати, пятый пункт чрезвычайно важен для Конта, поскольку Конт вместе с другими представителями социального движения считает, что как раз французская революция она осуществила только разрушительную работу. И хорошо, что совершила. Но надо же еще вот эту позитивную работу в смысле организующую проделать. И он, как и традиционалисты, упрекал революцию и ее идеологов с их методологическим индивидуализмом с их вообще индивидуализмом, мировоззренческим к тому, что они установили анархию в обществе. А нужно вот это организующее начало в него внести. И поэтому Конт в его интерпретации вот это позитивное начало прежде всего имеет такой практически организующий смысл. Поэтому он условно говоря относится отрицательно ко всему отрицательному. противопоставляя ему положительное это самое позитивное. Кроме вот этих перечисленных значений и соответственно черт позитивного мировоззрения, Конт выделяет еще некоторые его особенности. А именно это мировоззрение предполагает выдвижения на первый план относительного вместо абсолютного во всех смыслах. Оно имеет дело только с относительным и не пытается стремиться или утверждать что-либо абсолютное нигде. во-вторых это мировоззрение позитивное носит по его выражению непосредственно социальный характер. То есть оно противостоит эгоизму и носит социальный в смысле альтруистический такой характер. Оно служит другим людям. И наконец это мировоззрение связано с тем что он называет всеобщий здравый смысл. Значение вот этого позитивного принципа или позитивного начала у Конта можно понять прежде всего если помнить о том что он считал своим главным открытием. а своим главным открытием он считал так называемый закон трех стадий или трех состояний. Что это за закон? Согласно Конту интеллектуальное и социальное развитие проходит три стадии. Теологическая стадия или фиктивная как он ее называет метафизическая стадия или абстрактная стадия и наконец третья стадия это позитивная стадия или как он еще ее называет реальная или научная стадия. вот эти стадия теологическая метафизическая и позитивная характеризуют с его точки зрения и развитие интеллекта и развитие общества и развитие человечества. и вот эта третья позитивная стадия это высшая стадия причем каждой стадии соответствует определенная ступень социального развития определенный характер власти теологическая каждая из этих стадий подразделяется в свою очередь на более мелкие теологическая стадия на этой стадии люди стремятся объяснять мир исходя из сверхъестественных сущностей поэтому она называется теологической она подразделяется на три стадии фетишистскую политеистскую или политеистическую и монотеистическую соответственно на этой стадии главную роль в жизни общества играют лица духовного звания священники у них находится духовная власть а мирская находится у военных поскольку эта стадия сопровождается прежде всего тем что ну здесь он его концепция пересекается с типологией военных и промышленных обществ Сан-Симона вторая стадия метафизическая или абстрактная на этой стадии люди объясняют все явления исходя из неких абстрактных сущностей конечных причин и тому подобное или метафизических сущностей таких как конечные причины субстанция и тому подобное эта стадия в принципе анархическая духовная власть принадлежит в таких обществах которые проходят эту стадию литераторам метафизикам философам метафизического толка а мирская или светская власть принадлежит юристам адвокатам такого рода людям таких профессий ну и наконец позитивная стадия самая важная и к ней стремится все человечество и придет обязательно к этой стадии на этой стадии люди уже объясняют все что происходит не сверхъестественными не метафизическими сущностями они просто наблюдают воображение на этой стадии подчинено наблюдению на этой стадии имеет место как он выражается простое исследование законов то есть постоянных отношений существующих между наблюдаемыми явлениями наблюдение то есть это исследование постоянных отношений существующих между наблюдаемыми явлениями Вместо вопроса почему, ум человеческий на этой стадии задаётся прежде всего вопросом как. Как связаны между собой явления, не сущности, а явления. Цель науки, говорит Конт, познание не фактов, а законов. И вот люди эти законы познают и дальше действуют в соответствии с познанными законами. Всё очень просто. Неизменные естественные законы – это условия существования науки, их существования. Опознание этих законов – есть цель науки. Факты же для неё только сырой материал. Конт исходит из представления о единстве бытия и о его иерархической структуре. То есть вся реальность строится иерархическим образом и, соответственно, таким же образом он строит классификацию наук, которая гомологична, так сказать, этим структурам бытия. Итак, Конт представил одну из первых классификаций наук, а может даже и первую, если брать последние два столетия. Поскольку раньше мы не находим такой более или менее детальной классификации наук, построенной на некоем общем принципе. А принцип, который он кладёт в основу этой классификации, как раз состоит в степени конкретности и абстрактности знания и его соответствии с определенным уровнем реальности. Соответственно, он делит науки на следующие. Математика, как самая абстрактная наука. Затем астрономия, затем физика, затем химия, затем биология и затем социология. Вот шесть наук, которые он считает, существуют в его время. Причём, каждая последующая наука использует предыдущую в этой классификации, как своего рода теоретико-методологический прецедент. Она берёт у предыдущей науки все её методы, заимствует и добавляет к ним какой-то такой, который присущ только ей. Я повторю, математика, астрономия, физика, химия, биология и социология. Ну и, соответственно, социология оказывается самой конкретной и самой сложной из наук по конту. Обратите внимание, что в этой классификации нет философии и нет психологии. Почему? Потому что психологии нет, потому что психология, с его точки зрения, в то время вообще не была наукой. Когда он эту классификацию разрабатывал, психология была преимущественно интроспекционистской, основанной на самонаблюдении. А Конт в это время разрабатывал объективный метод, поэтому она, психология, не соответствовала его тогдашнему эталону научного знания, научной методологии. А философии нет, потому что Конт не признаёт существование особого философского знания, которое было бы отлично от знания научного. Для него, собственно, философия и есть наука, предельно обобщённая наука того времени, и, собственно, его курс позитивной философии, это и есть обобщение научных результатов, которые были в его распоряжении тогда. Когда я был студентом, во всех учебниках философии марксистских, учебниках диалектического материализма, теми или иными вариациями, я это помню наизусть, и думаю, что уже если только у меня не произойдёт амнезия, я уже буду помнить до конца своих дней, философия определялась следующим образом. Все наши философы так определяли философию. Философия – это наука о наиболее общих законах природы, общества и человеческого мышления. Вот, если бы Конт прочитал эти учебники философии, он бы подписался под этим определением без всяких оговорок. Это в буквальном смысле слова контовское понимание философии. Потому что для него действительно философия – это не есть особый вид знания, это не есть никакая метафизика, потому что метафизика для диалектического материализма было такое же ругательное слово, как и для Конта. В это время собирались международные метафизические конгрессы. Что интересно, и тогда даже наши философы туда ездили. А метафизика понималась как нечто вроде флагистона, или что-то такое из области абсолютно нереального. И вот ездить на метафизический конгресс, когда метафизика объявляется несуществующей, это все равно как на какое-то собрание спиритуалистов, этих спиритистов, ехать и эти тарелочки там вертеть. Примерно так это воспринималось в тогдашнем философском сознании советском. Вот почему в классификации Конта нет философии. Ну и Конт рассуждает примерно таким образом, в связи со своим законом трех стадий или трех состояний. Посмотрите, все науки раньше или позже проходили эти три стадии. Вот и математика, и физика, и астрономия. Все они пребывали когда-то сначала на теологической стадии, потом на метафизической, и сейчас некоторые науки уже вступили в позитивную стадию. Но вот социология позже других наук вступила в эту фазу. Поэтому, хотя она своего рода царица наук, она, тем не менее, должна учиться у этих других наук, поскольку они раньше вступили в эту позитивную стадию. Посмотрите, была раньше астрология, стала астрономия, теперь, правда, опять астрология у нас стала в моде. Была алхимия, а теперь мы имеем химию. И также социологией. И мы, говорит Конт, должны учиться у этих наук для того, чтобы социология тоже поскорее вступила в эту самую фазу. Фазу позитивную. Ближайшая предшественница социологии это биология. Значит, биология служит для социологии ближайшим теоретико-методологическим образцом. Значит, все методы представления она оттуда черпает, плюс добавляет некоторые методы, которые биологии не присущи. Я перехожу к следующему вопросу, а именно социология как наука при столковании Конта. Как я уже упоминал, Конт исходит из того, что социология, как и любая другая наука, изучает неизменные естественные законы. Это его выражение. Существование этих законов условия существования этой науки, ну а познание этих законов цель этой науки. Социология находится на вершине иерархии наук, как я уже сказал, это своего рода царица наук в любой истолковании. Она использует методы других наук, особенно биологии. Правда, математику, я уже говорил, она не может использовать. Социология позже, как я уже сказал, других наук приблизилась к позитивному состоянию. Какие термины использует Конт для обозначения этой науки? Я их перечислю. Это социальная философия, социальная наука, термин, кстати, в 19 веке чрезвычайно популярный, потому что он был более нейтральным, чем другие. Социальная физика, социальная физиология, причем термин социальная физика, он считал, что это он его ввел, хотя на самом деле это было не так. Ну вот, Конт решил в конце 30-х годов отказаться от термина социальная физика, который казался ему предпочтительным. Почему? А потому, что с его точки зрения некоторые ученые стали неправильно им пользоваться. И здесь стимулом, может быть, главным к отказу от термина социальная физика послужило то, что в 1935 году известный бельгийский ученый, основатель статистики, Адольф Кетле опубликовал книгу, получившую широкое распространение и широкую известность. Эта книга называлась «О человеке и развитии его способностей или опыт социальной физики». О человеке и развитии его способностей или опыт социальной физики. Конт считал, счет, что невозможно такую науку, которая должна с его точки зрения преобразовать все человечество на совершенно новых основаниях, как социология, сводить к какой-то простой статистике. И поэтому он, чтобы его взгляд на эту науку социальную не смешивали со взглядами Кетле и решил, в общем-то, ввести новое слово. И вот в четвертом томе курса позитивной философии, опубликованном в 1839 году, в 47-й лекции, он впервые использует этот термин социология. я в своей книжке сделал фотографию этого, этой страницы и этого копию, и титульного листа этого тома, где Конт первый раз использует термин социология. Любопытно, что когда Конт первый раз использует это слово, он как бы извиняется за то, что он использует неологизм, новое слово. и он первый раз его употребив, делает сноску и пишет, я должен здесь извиниться перед читателем за то, что я прибег к этому своему законному праву, которым я никогда не злоупотреблял раньше, право использовать неологизмы с тем, чтобы одним словом обозначать ту науку, которой посвящен этот том. не два слова, а одно. Социология одно слово. И это, кстати, контрастирует с тем, как сегодня многие наши коллеги любят придумывать новые науки легко и непринужденно, потому что достаточно слово логия прибавить к чему-нибудь, и можно прослыть создателем новой науки. Допустим, есть жизнь, можно придумать науку витология, наука о жизни, есть смерть, значит, анатология, наука о смерти, есть женщины, значит, феминология, наука о женщинах, есть мужчины, маскулинология, наука о мужчинах, и так далее. Мы с вами можем придумать таких наук, не отходя, не сходя с места, так сказать, сколько угодно, но и некоторые в наше время поддаются этому соблазну и радостно придумывают новые науки, думая, что если они придумали новое слово, то и новая наука тут же появится. Вот я не шучу, потому что феминология вот на днях, не на днях, а полгода назад или год я встретил, хотя до того я в шутку и вот так, а потом я увидел, что уже изобретатель такой есть, нашелся, написал книжечку на эту тему, потом, ну и так далее. значит, вот этот контраст, конечно, что Конт извиняется, что вот я там это, а у нас вот часто бравые коллеги, они так смело придумывают эти термины, но правда, повторяю, новые науки от этого, конечно же, не появятся. ну иногда можно так, это не страшный грех, если какую-то проблемную область обозначить там какой-нибудь логии, но при этом надо всегда понимать сугубо условный и даже может быть такой характер, может быть временный, что ли, такого рода обозначение, не надо придавать им слишком большого значения. Логии много, наук гораздо меньше. Так вот, любопытно, что Конт, даже после того, как он это слово вводит, продолжает пользоваться все-таки и дальше старыми терминами, наряду с этим. Он продолжает использовать и термин социальная философия, и социальная наука, и социальная физика. Ну, я отмечу, я еще буду об этом говорить, что это не значит, что все тут же стали этот термин использовать. Многие те, кого мы сегодня безусловно относим к категории социологов, совсем не спешили называть себя социологами. И вполне понятно почему. Они, во-первых, не считали себя последователями Конта. А если бы они себя называли социологами, то они автоматически должны были считались бы таковыми. Так же, как позитивист термин означало последователь Конта, и иногда это были весьма фанатичные такие приверженцы своего рода сектанты. Ну, а во-вторых, этот термин многие упрекали Конта за варварский, гибридный, даже ублюдочный характер этого термина, поскольку он составлен из слов, взятых из разных языков, из латыни, из греческого, о чем мы уже знаем. тем не менее, именно этот термин постепенно закрепился, и я думаю, что прежде всего благодаря Спенсеру, благодаря именно ему, мы еще об этом будем говорить, этот термин родился как бы второй раз, и уже после этого второго рождения он уже стал тем, что он есть сегодня, а именно термин обозначающий социальную науку и только социальную науку, независимо от ценностей, идеалов того ученого, который этой наукой занимается, будь он социалист, либерал или кто угодно. Если хоть в какой-то мере ему присуща все-таки этика ученого, значит, мы его считаем социологом до того, социолог это был обязательно последователь Конта. И вот что интересно, что даже на родине, это я уж сам обнаружил, там как-то думаю, это не случайно, может я когда-нибудь об этом напишу, пока не было времени, что когда во Франции перевели на французский язык книгу Конта книгу Успенсера, извините, стадию социологи, исследование социологии, то ее перевели как введение в социальную науку, хотя Франция родина слова социология, они в конце уже 19 века перевели таким образом этот труд Спенсера и не использовав слово социология, которое там было в английском оригинале. И это не случайно, потому что в то время даже во Франции этот термин не был укоренен, и во Франции он опять-таки второй раз укоренился благодаря Дюргейму уже. Но Дюргейму опять-таки тоже не без влияния, во-первых, Спенсера, хотя он и был духовным наследником Конта. Но та кафедра, которую даже Дюргейм занимал в Бордовском университете, сначала называлась не кафедра социологии, а кафедра тоже социальной науки. Если к этому добавить, что во Франции была школа Лепле, которая в чем-то может быть была и близка к Конту, но в целом была пронизана основана на католицизме. Тем не менее Лепле был католиком и монархистом. Вообще ему были близки традиционные институты, поэтому они, последователи Лепле, называли себя то, чем они занимаются, называли социальной наукой. Его школа так и называлась школа социальной науки, в отличие от социологии. Поэтому термин повторяю социология, он утвердился далеко не сразу, и процесс этого утверждения был достаточно драматичен. Теперь я перехожу к следующему вопросу, как понимает Конт объект социологии, то есть общество. Ну, прежде всего, Конт был одним из тех людей, которые, условно говоря, открыл социальную реальность, что было, как я говорил раньше, одной из предпосылок возникновения социологии. По Конту условие создания самостоятельной социальной науки это открытие специфической реальности или существование специфической реальности, которое не изучается никакой другой наукой. и вот общество и есть такая реальность. Никакая наука общества такая важная сущность социальная реальность никакой из существовавших наук не изучается. Будь то правоведение или экономика или политическая наука и так далее. Какие термины использует Конт для обозначения вот этой самой социальной реальности? это общество во-первых конечно социальный организм социальная система и социальное существование тоже характерный очень термин Конта социальное существование. Согласно Конту человек по природе своей существо социальное то есть он придерживается первой традиции в интерпретации общества о которой я говорил в начале общество его истолкование это естественное образование человек повторяю по природе своей существо социальное общественное альтруистическое но если человека этому альтруизму не учить если не развивать не тренировать это альтруистическое свойство его изначально ему присущее то оно в нем заглохнет поэтому необходимо специально это альтруистическое начало пестовать так сказать воспитывать потому что эгоистическая тенденция в общем у человека тоже присутствует и она может заглушить эту первую тенденцию ну и главная школа альтруизма по конту это семья и первая школа альтруизма в семье человек впервые научается жить для других так сказать конт социальный реалист то есть общество для него это сущность надоиндивидуальная и в каком-то смысле внеиндивидуальная и конт хотя он критиковал социалистов за недооценку роли личности сам тоже грешил этим же самым он писал что индивиды это абстракция реально только общество и особенно человечество потому что человечество вообще это как бы самое реальное общество из всех в связи с этим конт подчеркивал и то что право и права личности тоже вместе с этим должны быть устранены из точного политического языка право утверждал он должно быть выброшено из точного политического языка так же как причина должна быть выкинута из точного философского языка право писал он это понятие безнравственное и анархическое и здесь здесь еще один замечательный афоризм конта который я мечтаю чтобы студенты вывешивали у себя над рабочим столом или компьютером по конту в позитивном периоде как он писал в этом уже самом лучшем никто не обладает иным правом кроме права исполнять свои обязанности прекрасно сказано никто не обладает иным правом кроме права исполнять свои обязанности вот в связи с этим повторяю хотя он социалистов критиковал за недооценку роли личности но сам он часто сами понятия личный личность носит у него такой уничижительный характер конд конд в общем одним из первых в такой более-менее развернутой форме обосновывает подход к обществу как к живой системе и прообразы этой системы для него биологический организм вообще в истории социологии я говорил уже два прототипа были существовали социальные системы это механизм и организм вот для конца таким прототипом является биологический организм и эта идея последствия была продолжена и развита Спенсером и органицизмом в социологии и это неудивительно поскольку мы помним что биология для него это ближайший теоретико методологический образец для социологии каковы черты вот этой социальной реальности общества это во-первых солидарность Конт подчеркивает что солидарность присуща всем сферам всем уровням реальности но обществу это качество присуще в наивысшей степени поэтому солидарность в обществе выступает в форме консенсуса то есть согласия некоторые думают что понятие консенсус у нас вообще ввел Горбачев не ошибается понятие консенсус социологии существовало с незапамятных времен а вообще в социальной науке и в политических структурах и так далее поэтому иронизируют наши эти комики там есть такой артист Петросян который поет какую-то песню там есть слова у нас консенсус но у Конта никакого смеха не было а для него консенсус это высшая степень солидарности которая проявляется как раз на социальном уровне бытия еще одно качество социальной реальности это преемственность собственно преемственность это та же солидарность только взятая как бы в диахроническом среде если солидарность это синхроническая связь индивидов и групп синхронная связь то преемственность это Это солидарность растянутая во времени, это солидарность между поколениями, приемственность. И Конт вслед за традиционалистами, за Деместром, Дебональдом подчеркивает чрезвычайно важную и благотворную роль традиции в социальной жизни. Как пишет Конт, для человека чрезвычайно важно знать, что он родился не вчера. И еще одно его выражение характерное, это состоит в том, что для общества опасно, когда живые восстают против мертвых. Мы сопоставим это с характерным высказыванием Маркса в 18-м Бюмере Луи Бонапарта, когда он говорил, традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар над умами живых. Так вот, это прямой антитезис Конту, который наоборот никакой не кошмар, а кошмар это когда наступает восстание против традиции всех мертвых поколений. Ну и какие еще, помимо этих свойств или черт, отмечает Конт, черт социальной реальности? Это то, что это максимально сложная реальность по сравнению с другими. Она сложнее всех остальных. Она обладает наибольшей степенью неупорядоченности, поэтому она нуждается в большей степени регулирования искусственным порядком, как он выражался, то есть государством и институтами различными. Она обладает большей степенью изменчивости, чем другие сферы реальности. Она обладает таким качеством, как активность. Ну и наконец, характерной чертой социальной реальности общества является спонтанность, самопроизвольность развития этой реальности. И в то же время, как я уже сказал, потребность в регулировании искусственным порядком. Ну и наконец, еще две черты, и на этом остановимся. Эта черта очень важная, это неразвлечение общества и человечества. Она характерна и для Конта, и для многих других пионеров социологии, и для Маркса, и для Спенсера, и многих других. Собственно, я это называю теорией расширяющихся социальных вселенных. Что это значит? Эти все мыслители, и Конт в том числе, исходили из того, что общество и человечество – это, в общем, однопорядковые сущности. Только общество – это человечество в миниатюре, так сказать, больше и более или менее. А человечество – это расширенное пределы общества. И вот общая тенденция состоит в том, что общества будут становиться все больше, 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 с тем, чтобы в конце концов, и не так уж, кстати, не в очень отдаленном будущем, а вполне скоро, слиться в едином человечестве. И религия человечества Конта здесь – это как раз прямое выражение такого представления о расширяющихся социальных вселенных. Я в прошлом году опубликовал статью и в интернетовском нашем журнале на английском, и докладывал это и в этом году в Квебеке, и три года назад в Кельне, и сейчас в нашем сборнике. Новая и старая в теоретической социологии опубликовала эту статью под названием «От малого общества к большому. Идея социального роста и ее современное значение». И там я эту идею стараюсь рассмотреть на самом разном материале, в том числе и Конта. Идея, кстати, забытая, и сегодня историки социологии забыли, что идея социального роста, классической социологии, была основополагающей, вообще говоря, идеей. Так вот, еще если вернуться к Конту, то здесь я хочу подчеркнуть вот эту особенность, характерную для многих классиков, неразличению общества и человечества. Ну и, наконец, последняя черта – это прогресс, прогрессивное развитие. Поэтому Конту присущ эволюционизм, прогрессизм, который выразился, собственно, в его законе трех стадий. Об этом я еще скажу в следующий раз. Вот, собственно, на этом мы сейчас с вами и остановимся. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо.